Я реально считаю, что Назарбаев – это исторический преступник. Он отнял у целого государства 30 лет. За это нужно наказывать. Кто Тукаев? Это продукт или даже один из основателей режима Назарбаева. Я вообще удивляюсь вот этим учителям, которые подтасовывают выборы, крадут наше будущее. Они же тоже живут в кредит. Что означает вот этот условный приговор для Жанбалата? Жанна Озен все равно является и есть колыбельной революцией казахского народа. Почему в январе люди вышли на улицы? За социальную справедливость. Все, что я делаю – это ради будущего моих детей. Я пока знаю, что я права. Я буду идти к своей цели. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Всем, кто присылает нам донаты, большое спасибо. Благодаря вам мы остаёмся независимым каналом. Сегодня у нас в гостях Инга и Манбай. Привет. Привет, Инга. Очень рад вас видеть. Долго с вами не могли пересечься. Вы девушка занятая. Потом вы участвуете в проектах, связанных с выборами. Выборы вас разочаровывают. Но время уже потрачено. Давайте с выборов начнём. А что это такое вообще для вас было? Вот этот опыт с выборами. Вы же мажорист баллотировали? Мажорист. Что этот опыт вам дал и что он у вас отнял? Я не могу сказать, что у меня было разочарование. Чтобы было разочарование, нужно быть, чтобы было очарование. Его никогда у меня не было. У меня никогда не было иллюзий. И когда я баллотировалась, может и не скромно, но я скажу, что мы точно знали, что я выиграю в этом округе. Мы это понимали. Мы шли намеренно выигрывать. Но также мы знали, что в парламент я не попаду. Даже если я выиграю. Никаких иллюзий. Поэтому разочарования у меня никакого нет. Наоборот, я думаю, что этот опыт мне много дал. И начнем с того, почему я пошла на фронтарм. Ну, знаете, если честно вообще, мне этого никогда не было. И я себя никогда не видела в роли кандидата на политическую должность. Я журналист профессиональный, правозащитник. Меня это устраивает. Я с удовольствием делаю журналистские расследования. Я с удовольствием, как правозащитник, защищаю политических заключенных. И я вообще считаю, что это та работа, которую я сейчас и здесь должна делать. Но год назад моя жизнь кардинально поменялась. Потому что взяли под стражу моего супруга. У него инициатива по созданию демократической партии. И как бы для меня это был моральный долг. И мы хотим продолжить его дело, чтобы доказать сторонникам Жамбулата, что мы намерены бороться до конца. И несмотря ни на что, мы будем делать эту работу. Это для нас даже не работа, это образ жизни. Если работа, это журналистика и правозащита. А борьба, которую мы ведем с Жамбулата уже на протяжении 15 лет, это образ жизни, это цель, это то, чем мы живем. Ради демократического Казахстана, да? Поэтому впервые за последние 15 лет обществу дали возможность баллотироваться. Потому что до этого даже такой возможности баллотироваться не было. И что скрывать, я более чем была уверена, что я выдвинусь, меня снимут по какому-то поводу. Потому что даже в 11-м году, когда я баллотировалась в Маслихат, меня снимали с выборов за три тенге. За то, что я якобы не указала их. В декларации. Да, в декларации, да? Поэтому я более чем была уверена, что меня снимут по какому-то из поводов. Но нет, власть решила сыграть в демократию. И нам дальше было просто интересно, насколько они заиграются. Нет, а потом уже все было понятно. А мы уже поняли, когда через 4 дня после того, как я заявила, что баллотилась с 3-го округа, тогда, когда выдвинулся Ярмурат Баби с того же округа, откуда я, мы сразу поняли, что власть его выбрала оппонентом мне. И они рассчитывают на то, что он будет идеальный кейс, 25 лет в оппозиции, выпускает независимую газету столько же лет, лет 20, да? И международному сообществу, и как бы всем, и обществу можно смело говорить, ну и что, что не прошла Инга, а то прошел Баби. Если Инга 15 лет, он 25 лет, да? Но уже тогда, не только мне, всем было понятно, что его выставили мне оппонента. Но без каких-либо видимых фактических доказательств я не стала об этом говорить, нападать на человека, ничего такого. Но в какой-то момент, когда один из кандидатов в Турабаев прямо уже выставил доказательства того, что весь административный аппарат, Акимат, работает за компанию Баби, и мы тогда уже поняли, что государственный аппарат работает против меня за компанию Баби, и они его выбрали. Ну, и тогда тоже у меня разочарования не было. Сейчас, когда выборы прошли, когда все многие поняли как бы то, что Ярмурат Баби договорился, у многих есть разочарование. Но, к сожалению, у меня этого разочарования нет, потому что я с самого начала это все понимала, знала. Вы говорите, они его выбрали, то есть они обеспечили его адмресурсом, и благодаря этому он выиграл, или у вас есть доказательства того, что выборы все-таки были нечестными. Есть масса доказательств, что административный ресурс работал на него. У него в доверенных лицах официально зарегистрированных было три человека, которые работают в Акимате. Это один из них даже зам Акима Алатаусского района. А третий округ это Алатаусский Аозовский район, за Акима Алатаусского района Хани официально, документально является доверенным лицом. Это противоречит закону о выборах. За это должны кандидата снять. но и причем когда даже не я, я же говорю, я не работала против БАПИ, зачем мне это? Я работала за победу со своей компанией. За меня это сделали и журналисты, и другие кандидаты. Когда Азатык обратились к этому они, он подтверждает и говорит, что он якобы всю жизнь поддерживал оппозицию и поэтому пошел доверенным лицом к БАПИ. Ну, кто в это поверит? Разве что те, кто верят в Новый Казахстан могут в это поверить, но я в это не верю. Нового Казахстана и таких демократических реформ у нас нет, когда зам АКИБ себе могут позволить поддерживать оппозицию. И масса других, я у себя на странице выставляла, когда вот эти коммунальные один из ответственных людей в Алатавском и Аозовском районе был тоже доверенным лицом Ермурата БАПИ, который отвечал за коммунальные службы. И в Аозовском и Алатавском районе на март месяц все квитанции за коммунальные услуги пришли с агитационным материалом Ермурата БАПИ. и еще других, и даже пост выборные комментарии и интервью Ермурата БАПИ, когда он заявляет, что он поддерживает Тукаева и поэтому баллотировался, доказывают эту договоренность и то, что он стал депутатом именно по договоренности. И то, что я говорю, что ни о чем не жалею, хотя весь административный ресурс, весь госаппарат месяц работал за Ермурата БАПИ, а мы справлялись со своим штабом с агитационной компанией, в день выборов мы выиграли, все-таки выиграли. если бы Ермурат БАПИ выигрывал, то зачем они запустили репрессивный аппарат? Потому что у меня масса доказательств с 19 на 20 в ночь, я все прям поминутно выставляла, как в какой-то момент позвали полицию по разным причинам, ну не может же быть, чтобы все сотни моих доверенных лиц оказались бузотерами, которым нужна полиция. Ну кто это поверит? В какой-то момент, когда именно тогда, когда должен был начаться начал подсчет голосов, вызвали полицию всем моим доверенным лицам, но среди них есть такие люди, которые отстояли, они и полицию игнорировали, и все игнорировали, и первые где-то десятки протоколов, которые я выставила в ночь с 19 на 20 были с моим выигрышем, и как только такие протоколы уже стали появляться в сети, почет перестал, перестали вести почет, просто другие участки перестали вести подсчет, и в какой-то момент просто или моих доверенных лиц выставили с участков, и там начался подсчет, или мои доверенные лица остаются там, но подсчета нет, уже 4 утра, мы в штабе сидели до 7 утра, и в каких-то участках просто подсчет еще не начался, а в каких-то участках я там даже ближе к утру выставляла разные интересные видео, где член комиссии убегает от моего доверенного лица с мешком, где эти бюллетени, и если бы там Ермурат побить, честно, меня выигрывал, зачем члену комиссии в 5 утра избегать моего, моё доверенное лицо, не давать протокол, или другое видео, тоже в 6 утра где-то оно пришло, где подсчет был, и моё доверенное лицо, члену комиссии, или председателю комиссии вот этой женщины, это даже Алатаусский район, 25 больница, 24 участок, и моё доверенное лицо Манат Издебаев включает видео, уже у него выбора нет, он включает видео этой женщине в лоб и говорит, озвучите Инга Иван 70, Ермурат Бапид 29, что-то такое, 29, да, и эта женщина да, 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 и он говорит, почему тогда протокол не отдаю, ведь она ничего не может сказать. Как вы думаете, когда у нас будут электронные выборы, потому что ну вот вся эта история с бюллетенями, которые вбрасывают или прячут, или наоборот там с мешками бюллетени бегают, вот этих, это же всё ну такая архаика, то есть и в общем, если у нас есть возможность там, как вот Тайжан тогда говорил тоже у нас в разговоре, что можно жениться и развестись электронно, а вот выборы значит никак. Ну, знаете, это политическая воля, у нас сейчас у власти нет политической воли делать честные открытые выборы, поэтому здесь вообще даже вот когда ребята вы воля одного человека или это воля группы, потому что вот ну скажем когда с Бахаджан Тригожиной говорили, да, то есть она говорит, что это вот у неё сложилось мнение, что перегнули палку исполнителя, что не было вот необходимости так много возможностей открывать и потом ничего не сделать, то есть а зачем тогда столько они возможностей давали, вот всё это демонстрировали, а потом не сделали ничего и запустили этого извините в АПИ и всё, то есть в чём дело? Знаете, здесь у нас во власти всё ещё коллективный Назарбаев, режим Назарбаева, здесь трудно сказать один человек два, три или десять, даже если власть состоит из одного человека, это коллективный Назарбаев, я здесь не про влияние Назарбаева, я не про то, что сейчас Назарбаев раздаёт какие-то поручения, нет, после январских событий всё-таки Тукаев взял ключевую роль на себя, но кто Тукаев? это продукт продукт или даже один из основателей режима Назарбаева, поэтому когда над нами правит коллективный Назарбаев, а он ещё над нами правит, говорить про электронные, неэлектронные, если захотим делать честные открытые выборы, это можно и так вот архаично, потому что просто на последних выборах можно было посчитать нормально, можно было честно посчитать, честно посчитать, даже если бы они по старой привычке административный ресурс работал против оппонента за кандидата, который выбрала власть, если бы был нормальный подсчёт, нормальный кандидат, выиграли бы все, я более чем уверена, что все, кто оказались на втором месте, что Расбек Сарсимбай, что Муфтар Тайжан, что Санжар Букаев, да, у меня ко всем, я не всех поддерживаю, да, но то, что они выиграли эти выборы, и то, что народ их избрал, это однозначно, все, кто на втором, можно однозначно, после таких фальсификаций, после таких нарушений, можно сказать, что они поголовные депутаты, да, как и я, поэтому здесь дело не в электронном подсчёте, дело не в деталях таких, это политическая воля, а у режима Назарбаева такой политической воли нет. Да, может, мы сами придумываем этого коллективного Назарбаева, может, нам уже просто перестать даже на уровне общества про него говорить, а то мы как фантом какой-то его надуваем, надуваем, нет? Нет, мы его не надуваем, а зачем его надувать, он жив, здоров, не наказан, он по Астане шагает, молитвы делает, пота раздаёт, мы его не раздуваем, он с глаз как прямо не уходит, поэтому не говорить про него невозможно, а мы точно знаем, что он виноват за бедность в стране, за экономический, я точно не ошибусь, даже духовный, социальный провал, в котором мы сейчас живём, он виноват, а иначе откуда у него столько миллиардов, а как даже если мы отбросим все додумки, прогнозы по его миллиардам, даже официальные около пяти миллиардов документированных в Форбс Кулебаева и его жены, откуда, откуда они, если не Назарбаев, если бы не его влияние, если бы он не обкрадывал, и даже просто элементарно, нет в стране ни одного крупного и среднего и даже мелкого бизнеса, где Назарбаевы, ну, знаете, тиранов в истории было много, диктаторов было много, но такой алчности, как у Назарбаева и его семьи, даже в истории, в мировой истории найти трудно, потому что начиная от Казмонайгаз национальных компаний, да, Казахмаз, Казмонайгаз, там, все крупные банки, Халых, Джусан, там, любой, да, крупный банк, дом мелких базаров, как Кенжихаб, где одевают своих детей самые бедные казахи, да, они принадлежат семье Назарбаева. Вы представляете уровень алчности, поэтому пока Назарбаев жив, здоров и не наказан, мы не можем про него забыть. И с другой стороны, можно было бы про него забыть, если бы мы вернули эти миллиарды, и эти миллиарды, которые принадлежат народу Казахстана, работали на социальную справедливость. Почему в январе люди вышли на улицы за социальную справедливость? Почему главным лозунгом январских событий был шалкет? Потому что все понимают, что та яма, в которой мы сейчас находимся, она реально такова и в политическом плане, и в экономическом, и в социальном, да? Виноват один человек. Так же не бывает, чтобы виноват был один человек. Нет. Виноват так и иначе. Ну вот, почему, я возвращаюсь к термину коллективного Назарбаева. Это все началось с него. Это режим, который он создал. И вся преступность против казахстанского народа, она связана с ним или вокруг него. Поэтому как бы мы про него забыть не должны. Я вообще вот честно, как гражданин, как политик, не буду успокаиваться, пока Назарбаев не будет наказан. Возраст здесь ни при чем. У преступления, и тем более у преступления такого масштаба, я реально считаю, что Назарбаев это исторический преступник. Он отнял у целого государства 30 лет. за это нужно наказывать. Мне все равно 80 ему, 90, хоть пусть 100 будет, хоть пусть посмертно, но желательно мы должны при его жизни отнять все деньги, и эти деньги должны работать во благо нашего народа, и социальная справедливость должна восстановиться. почему Дарига Назарбаева, дочь Назарбаева, распродает свои виллы в Лондоне за миллиарды в тенге и миллионы в долларах. Это не последнее имущество, да? Оно и есть в Женеве, оно там в Дубае, у нее их много, а здесь молодая семья не может завести детей, потому что они не могут себе позволить дом в 40 квадратных метров. Поэтому вот где социальная несправедливость, она должна восстановиться. и я новый Казахстан, он начнется, и о нем можно будет говорить, когда мы начнем реально возвращать те деньги, которые Назарбаев и его команда украли. Там и есть и Байбек, там и есть и Непатулины, Мамины, и все остальные, и Тукаевы. Все воровали. Я вообще считаю, что крылотое вот слово Назарбаева, когда он говорил, что всех может под суд за ручку отвезти. Да, он прав, он это знает, да, и пора их всех вместе с Назарбаевым за ручки, под суд. Мы не должны успокаиваться тем, что там Сатабалды на 6 лет, Масимула на 18, вот Кудебаева на 10, они их как жертв нам преподносят, чтобы мы успокаивались. Нет, как Назарбаев говорил, всех надо, всех. И тогда мы должны вернуть деньги, и социальная справедливость должна восстановиться. Инга, вы не боитесь, что придется по вашей методике половину страны пересажать? Потому что... А их не половина, их 1%. Назарбаев и его шайка, которые все 30 лет как люди живут в этой стране, это их 1% всего. А вся вот это вот госаппарат, который на них работал, они тоже там, цонов работают за... на зарплату там 100-200 тысяч, они тоже живут в кредит. я вообще удивляюсь вот этим учителям, которые подтасовывают выборы, кладут наше будущее, они же тоже живут в кредит, с ними же не делятся, и как бы вот это вот сознание, ну вот почему я говорю, что у Назарбаева преступление не только там экономическое, социальное или кровавое, когда он убивал своих оппонентов, а еще и духовное, потому что вот эти 30 лет режима Назарбаева поменяли сознание, привили покорность, и пора это менять. Я вообще считаю, что все-таки в последние годы через информационные каналы, в том числе независимые интернет-ресурсы, вот эта работа, она продвигается. Один из примеров, если там в 16-17 году, когда по земельным митингам осуждали Макса Букаева Талхана Аяда, были люди из гражданского общества, которые давали показания против них, или гражданские люди. Вот спустя 7 лет в деле Жамбулата, чем я очень горжусь, нет ни одного гражданского лица, которые давали против Жамбулата показания. все, кто дает показания против Жамбулата, это либо полицейские, либо сотрудники прокуратуры, или сотрудники Акимата. И то, если их преподают как свидетель обвинения, но многие сотрудники прокуратуры и Акимата честно на суде говорили, что при Жамбулате, пока Жамбулат выступал, пока Жамбулата не забрал ОМОН силой, беспорядков не было. Пытались ребят, которые сейчас сидят по январским событиям, склонить попытками, чтобы они оговорили Жамбулата, чтобы дали против него показания. Нет. Мы хотя бы пять примеров того, что некоторые уже выпустили, некоторые все еще сидят, но ребятам предлагали свободу взамен на оговор Жамбулата, но они показания не дали. И это все-таки хороший знак, хороший признак того, что общество растет. Смотрите, Жамбулата приговорили к шести годам, но одновременно срок сделали условным. То есть одновременно ограничили практически в любой деятельности, даже в том, чтобы публиковать что-то в соцсетях. Но одновременно он все-таки находится не в СИЗО и не в камере, он находится дома. То есть вот это что такое в результате? Это какой-то компромисс сейчас? это нежелание обострять повестку международную? Это желание какой-то найти компромисс с вами, как с какой-то силой? Что означает вот этот условный приговор для Жамбулата? Это просто навсего реакция на международное сообщество. Чем я тоже очень горжусь, Жамбулат наверное почти единственный политик в Казахстане, за кого за последний год не считая всю международную сеть правозащитных организаций, начиная с Human Rights Суч, там Amnesty International, Freedom House, Freedom Now, все абсолютно крупные организации поддержали Жамбулата, даже вот Amnesty International уже даже пост приговорно начали международную кампанию за полное оправдание Жамбулата. Международная миссия Amnesty International это такая крупная организация авторитетная, которая там единственная в мире, которая может дать статус узника совести, да, они еще год назад Жамбулата признали узником совести. Да, ну, помимо этого, ГОЗЭП США выпустил годовой отчет, в котором назвал Жамбулата политическим узником. это на уровне уже правительства, Европарламент, депутаты, которые приезжали в Казахстан, выпустили специальный пресс-релиз, и там было про освобождение полиции включенных, а поименно именно вопрос поднимался по Жамбулата. отдельно было заседание подкомитета по правам человека Европарламента, где дали мне слово с докладом. Это тоже очень высокий уровень поддержки. Британские парламентарии, несколько депутатов Великобритании выступили за поддержку Жамбулата. мы точно знаем, что организация Freedom Now, которая тоже крупнейшая организация, которая занимается вопросом политических заключенных, она свою компанию защиты Жамбулата подкрепили как минимум двумя сенаторами, которые согласились продвигать кейс Жамбулата. Это уже парламентарии США, поэтому Шузеф Парель, который приезжал в Казахстан, мы через международных правозащитников знаем, что он когда приезжал в Казахстан, особенно интересовался кейсом Жамбулата. Это тоже уже не просто правозащитный, это как бы правительственный уровень. Поэтому нашим властям было трудно игнорировать вот эту международную поддержку и то, что срок условный, это просто они хотели вот эту напряженную ситуацию, связанную с Жамбулатом. Мы точно знаем, что на международных переговорах и на всех даже правительственных встречах международного уровня Казахстана вопрос Жамбулата стоял остро. поэтому они хотели снять, смягчить этот вопрос и только поэтому условный срок. Иначе они очень хотели, чтобы Жамбулат был полностью из-за нерва. И то наказание, которое через суд дали Жамбулату, тоже доказывает весь политический характер преследования. Иначе ему инкриминировали ужасные преступления, организацию массовых беспорядков, в результате которого погибли сотни людей. Если бы это реально было так, такого опасного преступника оставили бы на свободе. Они даже просто тем условным сроком который дали Жамбулату. А разве это обвинение не было снято? Они его сняли. То, что опять-таки доказывает, что условный срок это заигрывание с международным сообществом. Перед моим выступлением в Европарламенте за два дня снимают обвинение Жамбулата. Я даже в своем выступлении в Европарламенте отметила, что с него снимают эти обвинения. А потом, когда уже вот это прошло, заседание Европарламента прошло, повестка Жамбулата в Европарламенте прошло, эту статью ему возвращали. А почему возвращают? Потому что если Жамбулата осудили без этой тяжелой статьи, то Жамбулат сейчас был полностью свободен. И тот срок, который он уже отсидел, он как бы уже даже если бы ему какой-то срок по этим мелким обвинениям дали, тот срок бы уже покрыл. И он сейчас бы был полностью свободен. Поэтому они этого пережить не могут, как мы поняли, чтобы Жамбулат был полностью свободен. И они возвращают эту статью с целью не посадить Жамбулата, потому что из-за международных соображений они не могут его в тюрьму вернуть. А чтобы ограничить его, они вот эти статьи возвращают, чтобы на долгий срок ограничить Жамбулата. И то наказание, которое они дают запрет политической, общественной, журналистской деятельности, еще тот срок, который они обозначивают, 6 лет, 6 лет это остаток президентского срока Тукаева власть демонстративно показывает, кого они опасаются и кого они боятся и кого хотят изолировать на этот срок. Поэтому как бы то, что вина Жамбулата никак не была доказана. она не могла быть доказана, потому что нет ни одного доказательства, а наоборот у нас сотни доказательств обратного, что Жамбулат не виноват. У нас сотни свидетелей того, что Жамбулат не виноват. И вот это наказание именно 6 лет президентский срок Тукаева остаток запрет политической фурналистской и общественной деятельности показывает характер политического преследования доказывает, что Жамбулата наказывает за популярность. Вы сейчас можете давать интервью, вы сейчас можете делать заявление, Жамбулат не может давать интервью, не может делать заявление, а вы ходите, общаетесь с Инга, то есть вы сейчас глаза и уши мужа, получается, Жамбулат сейчас дома, получается, по большей части. Он вообще из дома выходить нельзя. Вообще нельзя из дома выходить. Пока ждем апелляцию и в апелляции должны ему все-таки поменять меру пресечения, что он может хотя бы по Алма-Ате ходить, а пока он из дома выходить не может. То есть по сути дела он находится под домашним арестом? Да, у него санкция остается домашний арест. Он дома что делает? Он суп варит, когда вы приходите? Нет. Нет? Чем он? Жаблата на кухню подпускать нельзя. Ну хорошо. А кто тогда у вас? Мы на это не соглашаемся. Кто суп варит? Мы живем с родителями и суп варю я. Кстати, отличная каптунгер. Хорошо. И у меня есть спекровь. Мы живем с родителями. Это я помню еще по-прежнему. Да, 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 да. Поэтому у нас Жамбулат много читает. Очень много читает. И я горжусь тем, что реально я знаю, что Жамбулат один из начитанных и не просто политиков, которые там владеют ораторским искусством. Жамбулат он интеллектуально очень продвинутый, он очень много читает, он развивается, он постоянно работает над собой. И мы не решаем. Жамбулат работает над собой и над детьми. Он очень трепетно относится к воспитанию детей. К детям очень трепетно относится. Дочке восемь, а среднему сыну четыре с половиной и младшему три. Да, три будет. А вот, ну, сейчас такая, наверное, последний раз такая возможность с детьми быть, была на карантине, да, когда действительно никуда не выйдешь. А сейчас у него вынужденный карантин и вынужденное ограничение, но в то же время возможность детьми заниматься вот каждый день, каждый час. Да, и у нас вообще так, не знаю, наверное, потому что мы такая традиционная казахская семья, мы привыкли Жамбулат бытовой работой такой, семейной, не наблюжаем. он, я все честно говорю, я не говорю про него, как бы, так, и он честно занимается собой и детьми, и сейчас, как бы, младшие и дочка, дочка всегда была близка к Жамбулату, а сейчас еще папина дочка, а теперь и сыновья, они прям, они же еще скучали по нему, его почти год не было, и сейчас такой период, когда он и дети очень близки, и вообще я считаю, что надо в жизни улавливать моменты, это не совсем удачный момент, наверное, в нашей жизни, но я, как позитивный человек, стараюсь видеть во всем то, что мы можем для себя извлечь, поэтому, как бы, для меня сейчас важно, что он жив, здоров, и все еще у него впереди, он слишком молод, и знаете, многие вот за последний год мне говорили, что не видели, как я плачу, не видели, как там я жалуюсь или страдаю, пока Жамбулат сидел в чуме, это не от черствовости, а от того, что 5 января при мне чуть не убили Жамбулата, и если бы не спасение, которое к нам пришло, я так считаю, что от Бога через людей простых, которые там спасли, да, Жамбулата, он мог умереть на площади, да, и после такого все, что сейчас с нами происходит, и тюрьма, и вынужденная изоляция, и сейчас может быть вынужденные ограничения на много лет, это все, что можно пережить, главное, он жив и здоров. Президент Акаев недавно сказал, что каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за слова и действия, которые он совершает, и не вестись на повестку вражды и ненависти. То есть, как вы это понимаете, то есть, какой сигнал нам президент дает, когда говорит об ответственности за слова в том числе? Ну, во-первых, про ответственность за слова можно сказать и президенту Токаеву и через ваш канал интервью, если они или его администрация его смотрят, человек должен отвечать за свои слова. 14 марта был санкция Жамбулата на два месяца арестовать, а 16 марта предварительно арестовав на два месяца одного из главных оппонентов 16 марта 22 года Токаев делает публичное заявление о том, что в Казахстане начинаются политические реформы, что теперь будут регистрировать политические партии, что у нас теперь будут открытые честные выборы, и прошло больше года, да, и где эти слова? Сейчас Токаев, я, как я вижу, эти слова не вспоминает. Если считать регистрацией политических партий исполнением слов Токаева регистрацию сателлитов Аманата, таких как Республика или Пайтак, это не в счет. Это не считается, да, других политических реформ, о которых говорил Токаев и которых обещал, их тоже нет, и поэтому как бы требовать ответа за слова нужно с себя и нигде те 20 тысяч террористов, о которых говорил Токаев, он эти слова сейчас не вспоминает, поэтому как бы чтобы требовать, надо и за свои слова отвечать. Мне кажется про 20 тысяч террористов это уже такая история, когда уже можно сказать, что была неразбериха, была непонятная ситуация, возможно давали другие люди со стороны там старого Казахстана давали ложную информацию создать. Но он президент, он должен отвечать за свои слова. Если не ему дали ложную информацию, он сейчас должен признать это и должен попросить прощения за то, что обозвал мирных протестантов, протестующих. Их было с 4 на 5, действительно 20 тысяч. Я была среди них. И по сути Токаев и меня назвал террористом, когда говорил, что на Алмату напали 20 тысяч террористов, да? А мы не были террористами. Это были 20 тысяч мирных людей с лозунгом шалкет, которые хотели перемен, которые хотели отставки правительства, которые мирно хотели перемен и социальной справедливости в этой стране. Поэтому президент должен отвечать за свои слова. Если его ввели в заблуждение, он должен был открыто сказать, кто его ввел и попросил прощения, потому что он обозвал 20 тысяч мирных людей террористами. И если про его слова, что за слова придется отвечать, это продолжение того же режима Назарбаева, которое 30 лет держит общество, которое считает, что оно может удержать свою власть через угрозы, через насилие, через репрессии. И он со своими последними словами, что за слова придется отвечать, он мягко говоря, нам всем угрожает. Как угрожал министр, который в последнем, в одном из последних интервью, министр говорит, что у них есть шок пар клуб, круто, которым они могут воспользоваться в любой момент. И сейчас власть пеньшла. И строго, Да. Последний интервью он говорит, что у них на руках шок пар. И они могут этим воспользоваться. И это чудесным образом совпадает со словами Тукаева про ответственность со словами. И это метод угрозы шантажа и репрессии продолжения. Но хотелось бы, мне мало верится в это, чтобы власть поняла, что у них нет у Тукаева и нынешней власти нет того 30 лет и возможно даже 6 лет, чтобы удержать власть через угрозы. Потому что инвари доказал, что народ готов к переменам, ждет перемен. И он в любой момент готов требовать их. Вот в последнем слове Жамбулат в суде произнес как я считаю золотые слова, где он сказал, что сидя на минной бочке говорить игнорировать эту минную бочку или можно назвать эту минную бочку медовым горшком, ее раскрасить радужно, но от этого опасность никуда не уходит. Она минная бочка, пороховая бочка. Поэтому сейчас власть находится сидит на этой пороховой бочке и угрожает. Но даже последнее событие, когда жанузец и нефтяники пошли в Астану, а там начались репрессии против этих людей, и через час, когда эти репрессии начались, в жанузеле уже на площади стояли тысячи человек. Это ярко показало, что народ не потерпит ни угроз, ни шантажа. Нужно менять, нужно делать предприятие. Вы не думаете, что у нас нет столько городов, как Жаназин, и другие города так не выйдут и не вышли бы, если бы были представители других городов, за них бы так не впряглись, как жаназинцы, что у нас один такой город. Но Жаназин все равно является и есть колыбельной революцией казахского народа. Это они доказали и в 2011 году, а в 2022 весь Казахстан держал Жаназин. Уже даже с 2011 года прошло больше 10 лет, а проблема Жаназина и Монгстал не разрешилась. И вот даже год назад январские события оттуда начались, две недели или три недели назад новая революция чуть не началась. И я более чем уверена, если бы в ту ночь не отпустили нефтяников, которые находились в Астане в полицейских участках, Жаназин бы стоял до конца. Дальше бы и Актал, и Атрау, и дальше под цепочкой Ялмата готовы были поддержать. И вот эта солидарность с Жаназином, она даже если был расстрел, пытки после январских событий, солидарность с Жаназином остается. И я не знаю, насколько эта власть недальновидна, что не решает проблему Жаназина. она же видит, что Жаназин снова и снова может быть трикером. Может быть, она просто не способна ее решить? Да, я более чем уверена, что этот режим не способен решить. И мне трудно представить, как у нас будут перемены. Инга, смотрите, ну вот получается там больше года назад, то есть мужа чуть не убили на площади. За вот эти 15 лет противостояние за вами закреплены несколько полицейских машин, которые за вами ездили при Назарбаеве, ездят при Такаеве, а вот у вас там краской вас обливали. Да, что только не было. Да, голову разбивали. вас задерживали, вы там не очень богатырского сложения, то есть девушка, но вы вот в таком, у вас трое детей несовершеннолетних, да, вот, это все длится годами и уже десятилетиями с вами, с вашей семьей. Вот это все, оно-то устоит? да, знаете, борьба, особенно борьба за страну, это выбор, который человек делает или не делает, а мы с жабулатом когда-то сделали этот выбор, когда, да, есть много людей, которые намеренно или, ну, может быть, кто-то реально говорят, что, как бы, я плохая мать, потому что, как бы, когда я этим занимаюсь, не думала о своих детях, но я с этим не согласна, потому что я все это делаю ради их будущего. И, знаете, год назад на площади погибли ребята, которым было по 20 лет, а 10-20 лет назад когда мы только начинали эту борьбу за лучший Казахстар, уже тогда многие поняли, что Назарбайд ведет страну куда-то не туда. Но многие прикрывались страхом якобы за детей, якобы за то, что они боятся за своих детей и не боролись сейф в будущее, да? И, знаете, год назад дети тех же родителей, которые не боролись сейфом в будущее и более того, свою боязнь скрывали опекой над детьми, да? Их дети погибли на площади. Их дети погибли. Поэтому режим, тот политический режим, который расстреливает без предупреждения детей на площади, он опасен не только для моих детей. Он опасен для всех, и для детей, и для взрослых. Поэтому как бы все, что я делаю, это ради будущего моих детей. Я считаю, что это, наверное, не совсем популярно, но я идеалист. тот выбор, который я сделала, я менять не собираюсь. Ни при каких эфориях. Но я очень хорошая мать, и за своих детей я постоять могу. И предупреждаю, что тот, кто посетится на безопасность моих детей, я наверное борьбой за супруга за последний год доказала, что я могу, когда хочу, да, а за своих детей так вообще. Поэтому как бы я, Жамбулат, наша семья собираются продолжать наш путь борьбы за лучший Казахстан, за наших детей, за всех детей Казахстана. И при этом мы всегда будем обеспечивать и быть на страже своих детей и их безопасности. Поэтому как бы да, путь трудный, но выбор есть выбор, и мы не собираемся отступать, потому что цель не достигнута. Наша страна остается бедной экономической, социальной, недемократической, где сотни, особенно после январских событий, сотни политических заключенных в застенках. Даже последний приговор по январским событиям, который два дня назад был в Таразе, когда простых ребят, которые ни разу не жамбулат, которые не знают, что такое митинг, но те январские дни вышли на улицу за перемены, осудили на огромные сроки, да, это показывает, что наша цель, мечта, она верная, и мы к ней идем, к ней идем, как идем, да, и через прессии, и через трудностей, которые есть, и то, что примечательно, многие мне, как женщине, а у нас же любят указывать женщине, да, вместо говорят, почему я не боюсь своих детей, почему я не боюсь своего мужа, почему я там, это дело, но ни один человек до этого не было, чтобы мне говорили, что я не на верном пути, что мои цели и моя мечта это что-то неправильное, это самое главное, мне никто этого сказать не может, и я пока знаю, что я права, я буду идти к своей цели. не 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 Продолжение следует...